Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой новостной блог The Isle of Rima. Перед началом данного ролика, как обычно, хочется выразить благодарность всем нашим донатерам и спонсорам за вашу финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Итак, вышел очередной девлог от разработчиков. В принципе, большинство, что в нем сказано, я рассказывал уже в течение месяца выпусков новостей. Но есть и кое-что новенькое. Ну а во-первых, хочется рассказать о том, что в течение ближайшей недели должны начаться стресс-тесты обновления 6. Разработчики провели новый отбор тестеров и рассмотрели кандидатуры в течение трех дней. Как сказал Гипно, они были не очень довольны первым набором тестеров, так как те же 50% даже не заходили в дни, когда разработчики вносили фиксы и исправление багов. Люди-тестеры должны были зайти на сервера и проверить игру на исправление. Большинство процентов тестеров, я сам лично наблюдал, заходили под конец тестов и даже не знали самого малого, на какую кнопку нажать, чтобы поставить то же гнездо. Лично я и моя команда справилась на ура, за что некоторым прямо отдельное спасибо. Каждый из нас отправлял отчеты об ошибках, а вот некоторые тестеры, конкретно не о своей команде, заходили на тесты, чтобы просто поиграть и увидеть обновление первым. Поэтому Гипно сказал, что тестеры это люди, которые не просто так получают этот волшебный статус, чтобы один раз зайти и в течение времени не появляться на тестах, либо просто получить доступ и сидеть наслаждаться игрой. В первую очередь эти люди должны искать и выявлять ошибки, и другой дисбаланс в будущих обновлениях. Поэтому разработчики намекнули и предупредили, что, во-первых, весь неактив и люди, которые есть в стресс-тестерах, будут автоматически теперь удаляться. Во-вторых, если сугубо все будет так же плохо, стресс-тесты будут закрыты навсегда, и останется только закрытая команда к юалите Асараундс самих разработчиков. С одной стороны их можно понять, а с другой строгая политика. Что мы увидим в шестом обновлении? Собственно, я много уже чего рассказывал. Как мы знаем, это новая карта Getway, новые диеты, система миграции, люди, скелеты динозавров от трупов, органы, новый искусственный интеллект, компсогнатуса и птеродактиль. Многих интересует оптимизация игры. Разработчики обновили многие плагины и добавили новые шейдеры для повышения производительности самой игры. Это все включит в себя множество новых графических и игровых настроек. Также получим небольшие изменения в античит. Проблемы у многих с запуском должны пройти навсегда. Новая зрительная камера. Теперь, когда мы едим или пьем, мы сможем смотреть только прямо и небольшой зрительный обзор по сторонам. Также добавлен экран смерти из Legacy с некоторыми новыми улучшениями и новый интерфейс Hue. Полностью обновленные звуки природы, растительности, звуки насекомых. Добавлены мухи, появляющиеся во время гниения трупов и мяса. Звуки и крики ботов. Кабаны, олени по мере появления на карте используют свой вокал. В значительной мере много времени было потрачено на создание скелетов для игровых динозавров. И как говорил ранее, на данном этапе выпуска обновления мы увидим только позвонки, шейные ребра, грудные ребра и хвостовые остатки. Также мы сможем поедать глаза. Да, это горь. Кровь. По мере поедания трупа мы увидим, как будут обнажаться кости. Люди в игре. Камера будет работать от первого лица. Созданы звуки для людей, звуки дыхания, стадии криков от травм, от истощения выносливости. Также люди смогут передвигаться ползком. Влог вышел достаточно сырым, да и многое уже было известно нам всем. Ну а на этом я закончу. Если у меня появится какая-то новая информация, то вас ждет сразу же следующий выпуск новостей. В общем, следите за каналом и ждем стресс-тестов. Обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал и жми колокольчик. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima.